Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Мы проводим школу исцеления и изучаем различные исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса. Слово говорит, что Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. Иисус акцентировал исцеление. И нам тоже нужно акцентировать исцеление, потому что только так мы будем творить дела Иисуса. Какие дела Он творил? Проповедь, учение и исцеление. И принимая сегодня учение, Слово, мы принимаем дела Иисуса. Так что высвобождайте свою веру, ожидайте, что что-то произойдет. Верьте Богу. Вера – это выбор, это не чувство. Это выбор. И вы можете выбрать поверить, слушая сегодня учение Слова. Прочитаем Луки 4, 38 стиха. Возьмите, пожалуйста, свою Библию, бумагу, ручку и учитесь вместе с нами. Изучайте Слово вместе с нами. Луки 4, 38. Выйдя из синагоги, Иисус вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. Давайте подробнее рассмотрим 38 стих. Выйдя из синагоги, Иисус вошел в дом Симона. Конечно, мы знаем, что Симон – это Петр, один из учеников Иисуса. Итак, Иисус пришел в дом Петра. Теща же Петра была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Это не было незначительное недомогание, поскольку горячка названа сильной. Эта история записана в Евангелии от Луки, а Лука был врачом, и он отметил, что горячка была сильной, и просили Иисуса о ней. Это не был легкий мимолетный недуг. Она на самом деле страдала. 39 стих. «Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Заметьте, он запретил горячки. Горячка услышала его. Иисус запретил горячки. Он запретил болезни и немощи. Так что говорите болезням, говорите немощам, запрещайте им. Библия говорит, противостаньте дьяволу, и что будет? Он убежит. Так часто люди чего-то ждут. Не знаю. Видимо, ждут, чтобы дьявол заявился с рогами на голове, вилами в руках и длинным хвостом, прежде чем начать ему противостоять. Иисус осознавал, что болезнь от дьявола. И он запретил ей. Запрещая болезни, вы запрещаете дьяволу. Запрещая недостатку, вы запрещаете дьяволу. Запрещая депрессии, вы запрещаете дьяволу. Иисус показал нам, как обращаться с болезнью. Говорить ей, запрещать ей, отвечать ей, приказывать ей, брать над ней власть. Он запретил ей. Вы скажете, ну это же был Иисус. Да, но Иисус сказал, дела, которые творю я, и вы сотворите. Так что вам дано право запрещать в своей жизни или в жизни своих близких, или в жизни кого-то, кто попросил вас помолиться, вам дано право запрещать от имени Иисуса. Вы представитель Иисуса на земле. Потому что, если вы рождены свыше, жизнь Божья внутри вас. Если вы рождены свыше, вы верующие, вы новое творение во Христе, вы представитель Иисуса. Он будет действовать и двигаться через вас. Нам следует делать то, что делал Он, и мы получим те же результаты. Когда поймем, что Тот, Кто в нас, больше, и что не мы это совершаем, а Он через нас совершает это. Он поручил нам идти по всему миру. Аминь. Как Его представителям. И мы не дожидаемся, пока Иисус явится и запретит болезни. Он уполномочил нас, людей, наполненных Богом, с жизнью Божьей внутри, со способностью Божьей, с властью Божьей. Помните, что Иисус сказал, «Я даю вам власть». «Я даю вам власть» наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам, когда вы наступаете на дела врага. А это слово значит «наступить» и «продолжить идти». Когда вы наступаете на дьявола, перешагиваете через его дела и просто идете дальше, не позволяя ему остановить вас, Иисус сказал, «Ничто не повредит вам, ничто не повредит вам». То есть, дьявол не может помешать вам использовать свою власть над ним. Аминь. Нам нужно использовать свою власть. Помните, в Слове сказано, что Иисус дал нам ключи Царства Небесного и сказал, «Что свяжете, будет связано. Что разрешите, будет разрешено». О чем это? О власти. Ключи Царства Небесного – это выражение Божьей власти. Царство работает, когда мы ходим во власти. Так Иисус добивался результатов. Он ходил в Своей власти. Слово говорит нам, что «вы свяжете, будет связано». Там не сказано, что Иисус свяжет. Сказано, что «вы свяжете, будет связано на небе». Что «вы разрешите, будет разрешено на небесах». Что это значит? «В небеса вас поддержат. Если вы что-то свяжете, небо вас поддержит. Что-то разрешите, небо вас поддержит». Конечно, мы должны связывать или разрешать что-то в соответствии со Словом. Именно это и сделал Иисус. Он запретил горячки, и сила Божья его поддержала. Та сила, которой он был помазан, поддержала его. Помазание сработало. Аминь. Итак, подойдя к тёще, Иисус запретил горячки, и она оставила её. То есть, у горячки были уши. Горячка услышала его. И тёща тотчас встала и служила им. И мы говорим, у каждой болезни и немощи есть уши, чтобы повиноваться моей власти. У них есть уши, чтобы повиноваться моей власти. Поэтому я могу говорить им. Вы скажете, это звучит странно. Но вот там что-то ещё более странное. В Марка 11, 23 Иисус говорит, кто скажет Горесей? У горы есть уши. Если кто скажет Горесей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему. Что не скажет. Иисус объясняет нам духовный закон. Слова правят. Слова управляют обстоятельствами. Поэтому самый большой подарок, который Бог мог нам дать, это Его Слово. Иисус – Слово, ставшее плотью. Слова определяют направление нашей жизни. Мы можем произнести слова и изменить направление нашей жизни просто словами, которые мы говорим. Я хотела бы вам кое-что напомнить. Когда вы услышали проповедь о спасении, будь то в детстве, в юности или во взрослом возрасте, когда вы услышали проповедь о спасении, в чём она заключалась? Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. Когда вы призвали имя Господне… Иисус, я принимаю Тебя как моего Спасителя. Эти слова перевели вас из одного царства в другое. Вы были переведены словами. Сила Божья вышла навстречу словам. Люди не осознают, что слова – самое сильное, что у нас есть. Аминь. Слова. Слова. Иисус подошёл к этой женщине, и даже не написано, что Он её коснулся. Сказано, что Он подошёл к ней и начал говорить слова. Помните сотника, который пришёл к Иисусу и сказал, «Слуга мой лежит дома больной». И Иисус ответил, «Я пойду с тобой и исцелю его». И мне так нравится, что сотнику хватило веры, чтобы сказать, «Тебе не нужно идти ко мне домой. Скажи только слово». Он понимал силу слов. Поняв власть слов, вы перестанете говорить негативные слова, подрывающие вашу жизнь. Не подрывайте своё здоровье, говоря, «Я постоянно болею. Я всегда плохо себя чувствую. Если кто и заболеет, то это буду я». Такие слова подрывают ваше здоровье. Аминь. Иисус показал нам пример. По всему Новому Завету мы видим силу слов. И мы также видим силу Его слова, когда, подойдя к тёще Петра, Иисус запретил горячки, и она оставила её. Аминь. Мы с вами уже цитировали 11 главу Марка, и в 23 стихе сказано, «Имейте веру Божью» или «Имейте веру такую, как у Бога». Когда вы родились свыше, Бог поместил меру Его собственной веры в вас. Если вы рождены свыше, у вас есть вера. Без неё вы не могли бы родиться свыше, ведь именно верою вы поверили, что вы дитя Божье. Верою вы получили предложенное вам спасение. Итак, в Марка 11, 23 Иисус сказал, «Имейте веру Божью». А затем Он сказал Своим ученикам, «Если кто скажет, Горесей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам Его, по словам Его, поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет». Я хочу, чтобы вы увидели, Иисус сказал нам говорить Своей горе. Вашей горой может быть недостаток, вашей горой может быть депрессия, вашей горой может быть боль, вашей горой может быть физическое заболевание. «Говорите своей горе». Заметьте, он не сказал говорить о своей горе. Большинство говорит о своей горе. Он сказал обращаться к горе. Кто-то говорит с Богом о своей горе. Он сказал говорить своей горе. Но нам нужно понять важный принцип, что, говоря «горе», нельзя фокусироваться на горе. Нам нужно сосредоточиться на том, кто сдвигает горы. Он сдвигает горы. Мы говорим «горе», но наше внимание на нем, а не на обстоятельствах. Если наше внимание и мысли поглощены нуждой, проблемой, наши слова не возымеют того же действия, ведь в них не будет веры из-за того, что мы смотрим не на то, что надо. На что вы смотрите, в то вы и будете верить. Смотрите на Бога, будете верить Богу. Смотрите на то, что делает дьявол, начнете верить всему, что делает дьявол. Жизнь веры – это сосредоточенное внимание. Это внимание, сосредоточенное на Боге и на том, что Он говорит. Аминь. Итак, всякий раз, когда что-то не в порядке в вашей жизни или начинает двигаться не в том направлении, вам дано право сказать всему «встать на свои места». Но при этом не смотрите на себя. Вы не можете все расставить по местам. Сосредоточьте свое внимание, свой фокус на Боге. Его сила поддержит ваши слова. Его сила чувствует ваши слова, когда они соответствуют Слову Божьему. Аминь. Итак, после того, как Иисус запретил горячки, теща тотчас встала. Заметьте, она что-то сделала. Она встала. Она встала. Она не продолжила лежать, говоря, «Мне нужно чуть-чуть восстановиться. Мне нужно убедиться, что все на самом деле прошло». Нет, горячка ушла, и она тотчас встала. Она встала. Это напоминает мне свидетельство, которое мне рассказал один служитель. Он был членом церкви Эми Симпл Макферсон. Сестра Эми Симпл Макферсон служила в начале 20 века. В ее церкви произошло сильное пробуждение. Это было в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Ее церковь называлась Храм Ангелов. И вот, этот служитель, который сейчас уже прожил свою жизнь и ушел на небо, в молодости был членом ее церкви, когда она была жива и вела ее. Она ушла к Господу в 1944-м, то есть почти 80 лет назад. Итак, он был на ее служениях и рассказывал, что никогда не видел, чтобы кто-то приехал на ее служение в инвалидной коляске и не встал бы и не пошел. Он много лет был в ее церкви и говорил, каждый, кто приезжал на служение в коляске, вставал и шел, за исключением одного раза. На одном служении на сцену вывезли пять человек в инвалидных колясках, и она служила им. Она подошла к первому человеку в коляске и сказала, «Встань и ходи во имя Иисуса». И этот человек встал и пошел. Точно так же, как теща Петра. Она встала. То есть поступила согласно тому, что было сказано. Сестра Эми подошла ко второму человеку в коляске и сказала, «Встань и ходи во имя Иисуса». И второй просто встал. Почему? Потому что поверил. Он встал. Третьему она сказала то же самое. И он встал и пошел. Четвертому «Встань и ходи во имя Иисуса». И тот человек встал и пошел. Она дошла до пятого человека в коляске и сказала, «Встань и ходи во имя Иисуса». Но эта женщина вместо того, чтобы действовать, ответила. И это не был ответ веры. Это было возражение. Она сказала, «Я не могу встать. Я не могу ходить». И сестра Эми сказала, «И эти четверо не могли, но встали». То есть, если вы только приложите усилия, сила выйдет навстречу вашему усилию. Сила выйдет навстречу вашему движению. Если вы хотя бы двинетесь к тому, чтобы встать, сила Божья увидит этот акт веры и выйдет ему навстречу. Мой муж говорил, «Если вы не можете пошевелить ни одной частью тела, пошевелите хотя бы мизинчиком в сторону Бога. Пусть Бог увидит какое-то движение с вашей стороны. Вы не встанете своими силами. Он наделит вас силой встать». Так поступила теща Петра. Она встала. Женщина в коляске, которой служила сестра Эми, сказала, «Я не могу встать. Я не могу ходить». И сестра Эми ответила, «И эти четверо не могли, но встали». И она еще раз дала этой женщине слово, «Встань и ходи во имя Иисуса». Но та ответила, «Я не могу». И сестра Эми сказала, «Тогда мне придется уйти и оставить вас здесь сидеть». Не потому, что она этого хотела. Она не хотела. Но если не получается добиться, чтобы люди согласились со словом, а не спорили с ним, не приводили контраргументы, не объясняли, почему у них ничего не выйдет. Видите ли, вера – это выбор, это не чувство. Женщина в пятой коляске дожидалась чувств, а Бог ожидал ее выбора. Что ты выбираешь? Что ты выбираешь? Что ты выбираешь? И мы видим, что теща Петра выбрала встать. Так? И заметьте, как только она встала, она начала служить им. Она начала действовать. Не так ли? Она начала использовать свою новообретенную силу, чтобы служить ему. Чтобы служить ему. Смотря на ее ситуацию, мы видим, что у каждого исцеления есть Божья сторона и человеческая сторона. Вы не можете выполнить Божью часть, но и Бог не может выполнить вашу часть. Божья сторона – сила. Ваша сторона – верить и действовать, верить и говорить, верить и откликаться. Аминь. Так поступила теща Петра. Она выполнила свою часть. Более того, она начала служить своей вновь обретенной силой. Поймите, что бы вы не получили от Бога, дьявол постарается украсть. Что теща сделала, чтобы не дать дьяволу обокрасть ее? Она начала использовать, начала использовать свое здоровье, свою силу, служа Иисусу и Его окружению. Она начала служить Ему, просто служить Ему. Аминь. Так она использовала свою новообретенную силу. Я вспоминаю, как много лет назад смотрела по телевизору биографию одной популярной певицы. Она жила где-то в 50-е, 60-е годы прошлого века. Однажды она попала в аварию. и получила чрезвычайно опасные травмы. Врачи не знали, выживет ли она. Она находилась в отделении интенсивной терапии. Так вот, я слушала по телевизору рассказ ее подруги, которая пришла посетить ее в больнице. Зайдя в больницу, подруга поднялась в отделение интенсивной терапии, а в это время певица плакала на своей больничной койке. Подруга, зайдя в палату и увидев ее плачущей, спросила, «Тебе больно? У тебя что-то болит?» И она ответила, «Нет, прямо перед тем, как ты пришла, приходил Иисус. Лежа на кровати, я увидела, как Иисус вошел в мою палату и сказал мне, «Ты еще не исполнила все, что я тебе предназначил. Ты не умрешь». И он коснулся меня, и вся боль ушла, я исцелена». Итак, подруга пришла прямо после того, как Иисус вышел из палаты, сказав певице, что у него есть план, который ей нужно выполнить. Певицу быстро выписали, потому что ее тело было совершенно здорово. У нее не было никакой боли, и ее выписали через день-два. Но вот проблема. После выписки она вернулась в те места, где раньше развлекала публику. Она пела в барах, там, где Бог не особо прославляется. Так? Через полгода она снова попала в аварию, и на этот раз погибла. Вы спросите, Иисус же сказал, что у него есть для нее план, и она его еще не выполнила. Почему же она погибла? Во-первых, Бог не имел никакого отношения ни к одной из этих аварий. но она открыла дверь для дьявола. Увидев Иисуса и услышав Его слова, «У меня есть для тебя задание», она отправилась в другом направлении и использовала вновь обретенную силу, чтобы вернуться к старой жизни. Нельзя, используя новообретенную силу, вернуться к старому греховному образу жизни и при этом рассчитывать, что у дьявола не будет к вам доступа. Ваша защита заключается в жизни по плану Божьему. Ваша защита заключается в исполнении того, что Он призвал вас делать, сказал вам делать. Итак, со своей новообретенной силой она вернулась к тому, что нравилось ее плоти. И, конечно, двери были широко открыты, чтобы враг мог сократить ее жизнь. И он осуществил ту же самую атаку, вызвал вторую аварию. Иногда можно заметить, как дьявол работает по какому-то шаблону в чьей-то жизни. Первым методом, который он использовал в попытке сократить ее жизнь, была авария. И поскольку она не встала на Божий путь, не выполняла Божий план, дьявол сумел осуществить ту же самую атаку. И на этот раз она не выжила. Что мы здесь видим? У Бога есть план. И самая лучшая жизнь это жизнь по его плану. Я вам гарантирую, ничто, что вы сами способны вообразить, придумать или помечтать о своей жизни, и рядом не стоит с величием Божьего плана для вас. Находясь в плане Божьем, вы неприкосновенны. Когда вы выполняете волю Божию для вашей жизни, позвольте сказать, у этой певицы был потрясающий опыт, не так ли? Не ко многим Иисус приходил в проявленной форме, касался их, говорил с ними об их будущем и исцелял их. Но заметьте, этот потрясающий опыт не мог заменить послушание. Иисус может прийти и говорить с вами, но все равно нужно послушание. Никакое потрясающее божественное переживание никогда не заменит то, что мы должны сделать, повинуясь Богу и Его Слову. Аминь. Этот потрясающий опыт не мог помочь ей при непослушании. Аминь. сокращение ее жизни не было планом Божьим, и Иисус сказал ей это. Так что всякий раз, веря Богу об исцелении, просто начинайте служить Ему тем здоровьем, которое у вас есть. Покажите Ему, я буду использовать ту силу и жизнь, которую ты мне даешь, для твоего плана, твоей цели. Кто-то может сказать, ну, пастор Нэнси, как мне это сделать? Я не проповедник. Я не являюсь одним из пяти даров служения, я не пастор. Каждый призван служить в каком-то качестве в теле Христа. И я скажу вот, что вам нужно быть частью поместной церкви, чтобы служить. Среди присутствующих здесь есть служители, есть те, кто служит телу Христа в поместной церкви, есть работники церкви. Каждый из нас нашел свое место. Где ваше место? У Бога есть место, в которое вписываетесь именно вы в теле Христа. Займите его, используя свою силу, свое здоровье для исполнения Божьего плана для вашей жизни. Таким образом, вы защитите себя, двери будут закрыты, и дьявол не сможет к вам прикоснуться. Нет, не выйдет дьявол, я исполняю волю Божью. Нет, не выйдет, я живу по плану Божьему. Я повинуюсь Богу. Аминь. Спасибо Богу за веру, но я вам скажу, веру должно сопровождать послушание. Именно этого недоставала певица. Она несомненно видела Иисуса, но она не послушалась, и пусть у нее было божественное переживание, нужно было послушание. План Божий для вашей жизни требует послушания. Кто бы вы ни были, у Бога есть план для вашей жизни. Спросите Его об этом. Поговорите с Ним об этом. Выясните у Него. Отец, что ты хочешь, чтобы я делал? Ну, я вам скажу, для начала каждому христианину Библия говорит, не оставлять собрание своего. Евреям 10, 25, не будем оставлять собрание своего. Что это значит? Нам всем нужно собираться вместе. И также нам нужно служить. Аминь. Делайте что-то. Знаете, поместная церковь это семья. Я говорю, поместная церковь это семья. А у каждого члена семьи есть домашние дела, есть обязанности. Вы никогда не будете удовлетворены просто сидя и смотря, как кто-то выполняет вашу часть. Идите, выполняйте свою часть. Аминь. Я хочу помолиться за наших зрителей. Я хочу, чтобы вы знали, сила Божья прямо рядом с вами. Выберите в это поверить. Выберите поверить. Какая бы у вас ни была нужда, финансовая, физическая, семейная, скажите вместе со мной, я верю в силу Божью. И эта сила восполняет каждую нужду в моей жизни. Прямо сейчас я принимаю мой ответ. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна.